Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается праздник в Пейсах и продолжаются такие дни суверата Омер, дни построения себя. Сразу забегу вперед. Сегодня строгость доброты, пересечение суверот такое странное. Вот доброта, вот строгость хэсет и гбура. И сегодняшний день это огранка доброты. Тренировку, которую давали мудрецы в этот день, это подумать о человеке, которого не любишь, найти в нем положительные качества, посмотреть по нему по-доброму. Вот так я наперед забегаю в наш урок. Сказал Раби Бахья Бен Пакуда, один из самых известных комментаторов Торы. Жизнь в этом мире тяжела, потому что люди разобщены и интересует их только собственная судьба. Претензии же их непомерны и вечно они недовольны тем, что обладают. Вот в этом была проблема мира. Прошла ли она сейчас судить нам всем? Подумаем об этом и поэтому мы занимаемся сферотой по сегодняшний день. Самым тяжелым нашим поработителем, сказали мудрецы, является наше собственное дурное начало. Когда же мы, несмотря на свое злое начало, выбираем волю Творца, это и есть наше истинное освобождение. В эти дни мы вышли когда-то из Египта. И Маше передает нам повеление очень неожиданное после этих дней. Мы читать его можем дважды, чтобы убедиться в верном понимании. Не гнушайся египтянинам, ибо пришельцам-то был его странник. Что означают эти слова Торы? Народ Египта во времена Маше поработил евреев, сделал их жизнь горькой, подавил их жестокостью. Они видели только тяжелый труд. Египтяне реализовывали план по уничтожению евреев, когда парафараон предлагал им каждого новорожденного мальчика бросать в нил. И вот Маше после этого говорит о египтянах. Будто бы рабства как и не было, а народ обязан благодарить еще за гостеприимство. Причем Маше не стремился к тому, чтобы евреи забыли об этом. Напротив, он завещал им каждый год, как мы сейчас, вспоминать исход. Мы празднуем Пейсах, воссоздаем горечь, выпавшую на долю предков. Почему же мы должны такие вещи тогда говорить? Если вы хотите сохранить свободу, сказал Маше, помните, что значит ее потерять. То есть об этом речь не шла. И тем не менее, у берегов реки Иордан, обращаясь к будущим поколениям, он говорит, не гнушайся египтянинам. Что это такое? Это важнейшие слова и сегодня. Для того, чтобы стать свободным, нужно отпустить ненависть. Вот о чем говорит Маше. Если бы народ Израиля по-прежнему ненавидел египтян, это свидетельствовало о том, что Маше вывел евреев из Египта, но избавить их от Египта он не смог. На уровне мысли они по-прежнему оставались бы в Египте, оставались бы рабами своего прошлого. Они были бы закованы в цепи, а в цепи мысли самые сильные. Нельзя создать свободное общество на основе ненависти. Обида, гнев, унижение, чувство несправедливости, желание восстановить эту справедливость, причиняя боль бывшим преследователям, является условием отсутствия свободы. Вы должны жить с прошлым, но не жить с прошлым. Вот которую мысль говорил Маше. Те, кто испытывает гнев по отношению к своим прошлым, к каким-то поработителям, или те, кто, это же относится и к тем, кто раньше были в близких отношениях, сейчас нет. Те, кто позволяет своим врагам определять свою суть, не достигают свободы. Тора вспоминает прошлое и повелевает, помни, что рабами были. Как бы то ни было, этот факт не является основанием для ненависти и там всего остального. Он всегда упоминается только, чтобы вы могли построить общество отличное от Египта. Помнить, чтобы знать, как не должно быть. Вот единственное, что мы должны помнить. Нельзя воспринимать себя оскорблением как личную работу. Вы знаете, Равин один с учениками шел по улице, вдруг подошел какой-то человек, начал его оскорблять, кричать, бросать там камни в нем. Спокойно Рав шел, никто не обращал внимания. Ученики хотели как-то возмутиться, он их остановил. Ну, тот побросал, покидал и ушел. Подошел к нему учитель, говорит, как же так, почему вы так это воспринимаете? Он его спросил, скажи, пожалуйста, если к вам кто-то придет с подарком, и вы не примете его, кому будет принадлежать подарок? Он говорит, ну, прежнему хозяину. То же самое касается задависти, ненависти, ругательств. До тех пор, пока ты их не примешь, они принадлежат тем, кому кто их принес, а не ты. И в эти дни строят, так строится рай в нашей душе. Вот шаг за шагом, 49 дней рай строится в душе. У всех у нас есть, кстати, а что строим? Искаженное представление о рай. Если вас спросят, что такое рай, что вы ответите быстро? Бабочки, деревья, красиво. Понимаете? Но это второстепенные детали. Счастье человека не исходит из окружающего мира, сказали мудрецы. Оно проистекает из внутреннего содержания. И в этом заключается основная проблема нашего поколения. Счастье и удовлетворение мы ищем вне себя, в вещах окружающих нас. Может быть, новый автомобиль там, или новая квартира сделает нас более счастливой, или новая микроволновка, или люстра, или престижная квартира, или, не дай бог, пояс нового партнера. Мы ожидаем, что жизнь станет лучше, когда нам исполнится столько-то лет, когда мы женимся, когда пойдем в путешествия, когда закончится война. Мы потом будем счастливы. Вот это проблема человека по сегодняшний день. Но на самом деле все не так. Если не сейчас, то когда? Кажется, жизнь вот-вот начнется, настоящая жизнь. Но всегда на пути существует какая-то одна проблемка, одно дело, одна там долг какой-то, и так далее. Если мы посмотрим, увидим, что проблемы эти бесконечные, в них собственно и состоит жизнь. Поэтому говорит нам сегодняшний день. Говорили нам мудрецы, не ждите, когда закончится школа, или закончится учеба. Когда вы похудеете на 5 килограмм, или когда у вас появятся дети, или когда закончится война, или когда дети разведутся, чтобы стать счастливыми. Нового года, новой весны, следующая пятница, не надо ждать. Не ждите, когда вы умрете, чтобы считать счастливыми. Счастье это путь, по которому мы идем. Это совсем не судьба. Это путь, который мы выбираем. Брахава от слаха всего самого-самого лучшего.